Поэтому я обрадовался, когда его анонсировали. Думаю, воу, здорово. Он веселый, он смешной. ШИНОК! Относительно все остальное вот это... Ну, посмотри, хотя бы, знаете, персонажа это какой-то ниндзя с хвостами и злой колдун. Злого колдуна я видел. Я играл в Mortal Kombat 3D, и там был и Фуджин, которого очень многие ожидали, и ШИНОК. Странно, что у ШИНОК единственное, что нету повторения по Талите. И в спину сейчас сразу начинает перепрыгнуться, как интересно. Да, и я бы сказал, что ему повезло очень сильно. Дангас может совершенно не бояться армора Дока. Я не знаю, почему он бейтет. Каба. Хард Нокдаун. Есть, метр заканчивает без всяких спешелов. Боится, боится сейчас Дока. И от второго отходит от NGP-шки. Бесконечные Спарки. Как же больно Доку. Очень здорово Дангас играет. Как? Как это было? Спарки каким-то образом он перепрыгнул. Хард Нокдаун, сетапы, и Дангасу может быть сейчас очень нехорошо, если он не угадает ничего. Рандомный апперкот не наказывает Док. Еще один апперкот. Ну же. Обрата заводит в угол, будет. Ой, 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 ой. Какой... А в этот раз не перепрыгнул Спарки. Какое неприятное... ...сечение обстоятельств. Второй раунд. Седай, это воздушный телепорт. Хард Нокдаун, кстати, он не сработал. Почему Дангас состоялся лежать. Я только сейчас увидел, почему он у нас Xbox в правом углу. Ну, ладно. Xbox, так и Xbox. Да, но все равно напомним и нашим зрителям, что в СНГ проходит на Steam-версии. У нас весь турнир. Так. Это в Европе. Вообще. Не одеет. Док, получается, это комбу. Рестенд. Специально не кидал ничего. И... Делает... Ну, это невозможно, да, отреагировать? То есть, если ты не готов был к нижнему, то на реакцию там не присесть. На реакцию там не присесть, но... Оверхед гораздо позже идет. Чеблоу. С последним здоровьем просто делает сейчас брейкер. Ну, что... Мог наказать Док. Такая встреча. И... Что... Наглый Тангос. Что он делает? Ти-бэк. Для тех, кто не в курсе, что такое Ти-бэк, я расскажу, почему. В прошлый раз мы так... Ну, давай не будем рассказывать. Мужские персонажи между ног имеют такие штуки, которые, если часто приседать, начинают болтаться. Отсюда пошло выражение Ти-бэк. Чайные пакетики. Собственно, болтать вот так перед своим оппонентом. Это троллинг. Это, конечно же, троллинг. Именно в файтингах он появился. Хотя, вру, была... Была игра даже... Нет, наверное, намного раньше это появилось. Первый раз он появился в Halo, насколько я помню. Даже так. В шутерах, конечно, он появился. Даже были целые ролики 10-минутные, где в разных ситуациях какая-нибудь фигня случалась. И после этого начинали... Очень быстро начинается следующая игра. Копатель онлайн на наших экранах. Рестен будет? Да, будет амулет Рестен. Три бара у Дока. Он есть... Блокабл. Все подряд. Наверное, самая неприятная опция, которую можно съесть от Шинака. Вроде, когда играешь против него. Так. Нет, опаздывая сейчас с хлыстами. И тому виной. Точнее, тому результат 25%. Завел в угол. Не знаю, почему он не выкинул его в угол, оставил на мидскрине. Но метра у Дангаса нету, поэтому может практически сейфово прессить, делать все, что хочешь. Еще один бросок. Уже оказались на мидскрине друг с другом. Два лоу ест. Какой редкий удар. Второй лоу тоже пошел. Ну, просто от сайф умер. От ножичков. От ножичков. Возможно, он рассчитывал, что Дог поставит их на задержку, чтобы пытаться его развести на что-то, но Дог был проще. Тем временем, еще один Hard Knock Down Стап. А они уже взорвались, что ли? Да, они уже взорвались, но Дог знал, что Дангас будет сидеть, и все было прочитано. Все было по плану. Как он съел этот оверхед, я не очень понимаю. Это стоило ему 20%. Очень наглый был сейчас ран. Пауза, да, для того, чтобы потом сделать лоу. Дог это не прочитал. Не стал прыгать. Более надежный комбат, 26%. Чуть-чуть поменьше, чем стандарт, но зато не рискует дропнуть. Как же мне нравится броня Ашинака в этом костюме. Еще зеленого цвета и завида кислотного. Дангас пытался нажимать кнопки в очень большой плюс, это ему ничего. Хороший размен, это в стиле Котулкана. Когда играл Дангас за Котулкана, он делал то же самое, хоть что-то за метр, чтобы выйти и разменяться. Нет, я Старий здесь не соглашусь. Такие размены совершенно не в пользу Дангаса. Во-первых, он теряет время. Во-вторых, он не дает себя вынести на комбу 35%, а по здоровью разменивается ровно столько же, сколько кинжала нанесли. Но при этом у него нет времени и фактически что прессинг Токеды продолжается. В этом вся проблема. Тут тебе нужно больше угадать, пытаться ли прыгнуть на вейкапе, чтобы встретить Токеду, который будет пытаться делать сетапы. Или попытаться угадать, зарет ли он их сразу, чтобы продолжить тебя прессить. В этом вся угадайка как раз идет. И армор, мне кажется, это последнее, что надо делать в этих сетапах. Когда он играл за Котулкана, мне наоборот нравился. Я подумал, что это даже галочку себе где-то надо поставить, что надо делать так же. Вот по поводу шинок. Ну потому что там они разменивались, они оба лежали после этого на земле. Здесь не очень уверенно получается. То есть он только-только ковшом цепляет Токеду, и он не успевает никуда взлететь. В итоге... Вифаниш с парками Дока. Рестенд. Не поможет ему армор, Док это знает. И пытается выпрыгнуть, съедать еще один оверхет. Да что же... Бросок. В уголу. От блока было... Плотную причем почти. Ну это... Загугал сейчас он Дока. Просто... Ох, и фланг с Викторией. На новичковом уровне, когда только-только знакомятся люди с Mortal Kombat'ом и видят, что такое шинок, они думают, спарки? Да это вообще нечестно, забанить этого персонажа. Я не могу подойти к спаркам, ничего не могу сделать. Но эта опция не такая уж... Вот, в этот раз... Слейфовая, и все прекрасно проходит. В этот раз, как видите, Дангос не угадал, отъел комбу от Дока, которую он не смог продолжить. Загнал в угол и будет сейчас стрелять спарками. Рестенд. Чего я заметил, так что Дангос не делает Т4 в спарке. Это техника, которая была, ну, не то чтобы открыта, а сразу, мгновенно, как только игра вышла, в теме очень широко использовалась. Но мы не видим ни разу. Я, насколько знаю, до патча, наверное, никем не использовался с Блатом Шиноком. Вообще никуда не играл, кроме там одного человека. Ну, да, я понял. Начали играть ему, да. Где Т4? У нас тем временем файл раунд, не знаю, возможно, Дангос говорит, что она ему не нужна. Седает оверхед, потому что первая часть лоу, вторая у воздушного оверхеды, а у обычного телепорта экзового лоу. Да, и он не увидел, что он с воздуха сейчас сделал. Очень низко, как раз таки, Ток сделал телепорт. Я не заметил, это, возможно, была инстант-версия. Да, да, да. Но тем временем три бара. Ток, кстати, ничего не сделает. Очень много метр тратит, но успешно тратит. 27, 30 и продолжает. И по здоровью выравнивается. Очень агрессивно играет Дангос. Это, безусловно, ему дает преимущество. Трудно будет что-то сделать. Ток попытается ли он... Д4, как будто услышал. Именно имя он заканчивает. Д4 в спарке. Я не знаю, пытался ли он фаталити сделать в конце или нет. Ну, в прошлый раз там тибэк и про Д4. Внизверк посидел. Да, фаталити, наверное, самое сложное, что есть с Шинака. Все тропают. Нет. У нас уже пошло так, что фаталити ребята делают, когда последнюю игру выигрывают. Так они стараются не тратить время друг друга. Хотя разные случаи бывают. И мы ни капельки на это повлиять не можем. Может быть, наоборот, там все зрители. Давай, еще больше, добей его, финиш хим. Хочу еще раз посмотреть эту анимацию. В очередной сто тысячный пятьсотый раз. Да. Очень агрессивно играет Дангос, как будто знает что-то. А Доке такой, у тебя, наверное, палец сломан. Вот как раз вот эта ситуация, когда идет наигровка. Пытается играть в Копателя онлайн, ничего не получается. Отъедает фул комбу. Харднокдаун, который задропает Док. Продолжает свою атаку. Делает еще один сетап. На живот. Та ситуация. Если бы он прыгнул чуть-чуть позже, он бы смог выбить Дока. Ни разу, кстати, телепорт не сделал на стрельбу на полном экране. Если бы мы видели, как Док в прошлые разы попытка кинуть бабку. Третий раз уже за встречу. И это будет наказать. Не получилось Доку Дангоса наказать так, как нужно... Четвертый раз за встречу. Вот, в этот раз про то, что ты говорил до этого, он наконец-то это сделал. Нет, я немножко не на это говорил. Я имел в виду, что обычный Прожектайл, не Спарки. Он, например, против Китаны, против Тани. Он не наказывал телепортом и продолжал это в Камбу. Ну, проблема в том, что Дангос практически не делает Прожектайл. Он ему не нужен. Он все старается на анблоков или строить весь зонинг и на Спарка. Это же наказывается? Это наказывается, да. Телепорт имела в виду. Телепорт. Обе версии наказываются, да. Не получилось у Дангоса. Мне концепт, конечно, Шинка очень нравится, если бы не его шлем. Меня раздражает то, как нарисованы его головные упоры. Оверхед, ест. Рестенд, он не отменял в амулет. Отличное продолжение. Вот это вот та ситуация, когда ты хочешь просто поставить на земле, чтобы развести Токеду на армор. Пытается Дангос выпрыгивать. Еще один ест-сетап. Больше карнекдауна. Можно было, конечно, серьезнее наказывать сейчас эти хлысты. Но только все равно оказался не терпилип. Он отведает камбу. В этот раз ничем Дангос не рискует, чтобы сделать рестенд. Скажи мне, пожалуйста, Дангос сейчас несколько раз подряд не доделывает камбу. Точнее, не делает в прыжке продолжение после Спарка. Это более, точнее, менее наносящий урон камба, но более легкая, более стандартная. То есть он пришел к тому, что делает вещи, ну, как бы, более легкие в исполнении. Он делает спаркинг, зовый, подбрасывается. И обычная камба-шинка, где он напрыгивает с ручкой, продолжает там еще во что-то... Ну, та, где он продолжает своей косой. Да, а он сразу же, он без прыжка сразу же эту косу делает. Ну, он... Понимаешь, это турнир...